Здарова индюшки! Это видео создано при поддержке сайта jadjob.pro, на котором вы всегда можете найти себе работу в сфере создания игр. Первую свою игру я пытался сделать очень давно, аж в 2011 году. Правда, из моего там была только графика, ибо я вообще понятия даже не имел, как делаются игры, но уже ковырялся в GameMaker Studio 5, смотрел примеры, исходники, менял там графику на свою и считал себя игроделом. Ну, у каждого свои недостатки, а с тех пор я создал почти два десятка игр, и все их вы увидите в этом видео. Моя первая коммерческая игра, точнее она-то была бесплатной, но за счет рекламы приносила хоть какие-то копейки. Это был 2012 год, мне тогда было 15 или 16, эх, золотое было время. И эта игрушка была создана также на одном из исходников, но зато графика была полностью своя. Кстати, если кому интересно, тогда я заработал на ней около 50 баксов. С тех пор прошло немало времени, и я понемногу забивал на геймдев из-за учебы и отсутствия каких-либо базовых знаний. Но нужна была денюжка, хотел купить себе гитару. И сделал очередной платформер на одном из исходников, а графику наполовину слезал с Дёрк Валентайн. Далее у меня пошли небольшие заказики на графику для игр, и я потихонечку переключился на Вектор. Поэтому следующая моя игра была уже в Векторе. Здесь механику игры делал мой хороший знакомый, с которым мы позже работали в А3 Геймс. Кстати, потом эту игру мы переделали и вывели на совершенно новый уровень буквально за пару дней. В перерывах между заказами на графику я делал маленькую игрушку, и снова Векторе. На этот раз я хотел заработать на электронную книгу, и заработал. Игра стала смесью предыдущего Арканоида и моей странной фантазии, но в целом было забавно. Позже я пробовал делать игры на Юнити. Тогда это был ещё третий, или уже даже четвёртый. Но по сути это обычный asset-флип ради небольшого заработка. Поэтому ничего интересного. В очередной раз я вернулся к пикселям, и пока ещё сидел на Геймейкер Студио. Это был уже почти полностью мой проект, лишь механика персонажа была взята из какого-то исходника. Всё остальное я уже писал и рисовал сам, поэтому всё так криво. Кстати, у меня на канале до сих пор есть плейлист, в котором я без монтажа показываю, как рисую графику для этой игры, и вставляю её в ГМС. Ссылка в описании и наверху экрана. Наконец я бы пытался сделать шутер. Точнее, я пытался и раньше, но это уже стал коммерческим. И даже этот забавный парень снял единственный летсплей на мою игру. Не делайте таких игр, ладно? В рассвет мобильных игр я сделал клон Flappy Bird, который, конечно же, захейтили, потому что все тогда делали Flappy Bird. Все! К сожалению, у меня не осталось ни исходников, ни АПК-файла и даже видео с геймплеем, но кое-что мне всё-таки удалось откопать. Да, кстати, снова Вектор. И тогда я попробовал себя в создании квестов. Мне очень нравится этот жанр, но в нём так мало интересных игр, и моя как раз относится к этому числу. Ну а на тот момент это был мой личный шедевр, который я полностью сделал сам, как механикой, так и графикой. Даже часть музыки была самостоятельно написана в FL Studio. Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна попытка сделать простую мобильную игру, но уже в жанре кликер. Суть простая, курс доллара скачет каждую секунду. Надо успевать покупать валюту по маленькому курсу и продавать по большому. Сейчас этой игры нет на гуглплее, но если вам нравится идея, напишите в комментарии, и я обязательно сделаю ремастер. И вот снова я переключился на юнити. Я даже меню не сделал, господи. Божественный видок и птичка. Вы видите птичку, да? Она как бы есть, но... А, там даже вон еще одна. Окей. Так. А, окей. Я, если честно, я уже даже сам не помню. Так, на какую взять? Господи. Че делать вообще? О, отлично, на Е. А че их так много уже стало? И да, я застрял. Шикарно просто. И я не могу... О, я бегу. И тем не менее у меня 128 хп. 118. Ладно. И да, я снова застрял. На самом деле это не совсем мой косяк, А, движка РФПС. Хотя сейчас... Ну, пожалуйста. Здесь... Почему дождь капает вверх? О. О. Так прикольно улетают, когда их убиваешь. Я вот сейчас специально даже его не буду убивать, Чтобы просто это еще раз послушать. О. Будь здоров. Поэтому, как бы, в стим такой выкладывать, С одной стороны, очень стыдно, А с другой стороны, тут есть дробовик. Боже, с дробовиком эта игра... Просто божественная. Наконец, совместно с хорошим знакомым программистом, Мы сделали игру для стима, Что для меня тогда было, конечно, нереально круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тот самый Арканойд, Который мы переделали за два дня Для издателя Дагестан Технолоджи. Но они как-то резко отморозились. И так появилась Атре Геймс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее было несколько проектов, Для которых я просто рисовал графику И более никак не участвовал в их жизни. Спустя некоторое время работы в Атре, Я предпочел соло-разработку И создал свой первый коммерческий продукт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 За ним последовал мой действующий шедевр Поджигающий попки абсолютно всех. Одумайся, у тебя же ничего нет. У тебя между ног один пиксель висит. Зачем тебе это все надо? Название игры оправдывает. Серьезно. А, это понятно. Это лискать нет? У меня инсульт был чуть сейчас микро. Как, а мы... Что происходит? Телепорт! Ой, надо было нажать. Тупанул, чё. Опа! А, может, и не надо было? Вот эта игра, Пукан Бай Бай, она в 100 раз умней. Она подумает настолько больше шагов, что та машина, которая играет в шахматы, она такая... Ой, ну я тупая. Ну, не знаю. Как она могла посчитать, что я прыгнул? Видите? Тут просто надо было пойти. Блин, ты чё натворила? Как мне теперь игру проходить? В смысле? Блин! Ой, как это сейчас тупо было! Я опять забыла про эту пилу! Блин! Я почти прошла! Почти! Серьёзно? Вот так вот просто? А я мучился! Ах, я не знаю. Нет, я не могу. Я серьёзно, я не могу её пройти вот... Что ты не делай, я не могу. Тупо, если хоть не ссу, потому что я не знаю, у меня всё, у меня мозг поплыл. Блин, вот есть тигры, которые хочется до конца пройти. Например, вот эта. Я не знаю, я пройду до Тореве и не сожгу эту игру. И флешку сожгу! А наконец, моя недавняя разработка Dark Souls, которая очень многим пришлась по вкусу за визуальный стиль и приятный геймплей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а в данный момент я занимаюсь разработкой очередного шутера И уже есть 5 серий в которых я показываю прогресс разработки этой игры Ссылка конечно же в описании и наверху в подсказке А тем временем на этом у меня все Если это видео наберет всего 3000 лайков Я сделаю похожий ролик про все свои заброшенные и замороженные проекты Расскажу почему они такими стали И как вам не допустить таких ошибок Ну а с вами был Арталаски Пока